Привет, друзья! Рад приветствовать новых подписчиков. Совсем скоро нас будет уже 10 тысяч, и я разыграю обещанные монеты. Для участия в розыгрыше нужно написать любой комментарий и быть подписчиком канала. А в этом видео я покажу, что люди думают про новые монеты 1 и 2 гривны, которые только вышли, и как воспринимают их в магазинах. Если интересно, продолжайте смотреть. Металлические гривны, 2, вот можете посмотреть. О, прикольно! Вот 8, 9, 10, 10, сколько там? Ну, вы не рублями даете. И так, внимание, только я же их глаза не видела, ух, да. Ты не хочешь. Мне не нравится мелочь. Она тяжелая, мешает. Гривна, это мелочь. Ну, в данный момент, да. Пора реформировать, а здесь как в Белоруссии. Просто я приду сейчас домой и покажу, что нет. А, похвастаетесь? Ну, жене, да, покажу. Ну, хорошо. Несмотря на то, что мой канал про монеты Украины, мне интересен и антиквариат. Недавно встретил уникальный антикварный проект. Хотел бы с вами им поделиться. Ребята живут в Европе, юг Франции и постоянно посещают антикварные ярмарки, выставки и барахолки. И в режиме реального времени постят их в свой чат Телеграм, в котором вы можете купить себе уникальные, эксклюзивные, интересные вещи. Как оказалось, на рынке антиквариата они больше 10 лет. У них есть свой сайт. Практически все можно купить без предоплаты. Для жителей Украины и оплата при получении. Для России есть небольшая предоплата. Советую подписаться на их Телеграм-канал. Там много всего реально интересного. Также у них есть Инстаграм. Я обязательно добавлю все ссылочки в описании к видео. Добавляйтесь. Всем привет и добро пожаловать в наш виртуальный поход по танцузским ярмаркам. Вот так каждые выходные мы проводим на ярмарках и ищем все самое интересное и самое эксклюзивное для вас. Давайте вернемся к нашим монетам. Приехали данные конкретные монеты ко мне в Роллах из Киева от моего знакомого, который занимается продажей монет в Харькове. Вот так вот выглядит. 140 миллионов тираж у 1 гривны и 145 миллионов тираж 2 гривен. Давайте я распакую и покажу, как выглядят эти монеты в перемешку с нашей мелочью 1 и 2 копейками. Вы удивитесь. Первое визуальное впечатление, что они очень похожи на мелочь, очень похожи на копейки. Я вот специально смешал для вас показать, как выглядят. Серьезно, очень сложно визуально отличить. И когда я ходил, расплачивался этими деньгами, гривнами, люди просто сдалека принимали, что это за копейки. И говорили, что мы не будем принимать. Только потом уже обращали внимание, что это деньги, гривны. И как-то дальше реагировали. Но вы увидите, дальше посмотрите. Сейчас я вам покажу визуально, как выглядели наши гривны предыдущие, бумажные. Конечно, денежная реформа проходила. Но сейчас, возможно, цель изменения, конечно, допечатать какое-то количество денег. Ну и визуально показать, что эти вот банкноты большие уже не несут такой вот покупательской способности. И действительно так оно и есть. Мы в видео дальше увидим, что за гривну, за две по факту уже нельзя ничего купить. И даже проехаться в метро не получается. Нет возможности. Как, конечно, с новыми монетами это будет реализовано, тоже интересно. Новые, сейчас я включу на телефон, гривны, металлические гривны, две вот можете посмотреть. О, прикольно. Вот сегодня, да. Как в России теперь будет? Ну, я, дескать, не знаю, как вот, как в Европе, в России, вы можете взять. Как вот вы думаете, вот как вам такой вот мелочь, будет ли удобно с ней или не будет? Нет, она, пусть им лично мне не нравится мелочь. Она тяжелая, мешает, она все время звенит. Собой тяжело просто взять. Таскать, да. Да, неудобно, неудобно. Но выглядят они симпатичные. Да, тоже выглядят миленько. Одна-два гривны металлические тоже забавно. Знаете такое, тебе нужно заплатить мелочью 3 гривны, и ты такой ищешь бумажный, ищешь, ищешь, а у тебя есть копеечки. Тоже прикольно. Тут копеечки, да? То есть гривну копеечкой мы сделали, получается. Что можно купить за гривну? За гривну можно вообще много чего купить. Пачку спичек, даже не одну. Пачку спичек. Две пачки спичек. Можно купить пачку спичек за гривну. А что еще? Сейчас. Вы введите какую-нибудь одну жвачку. Пластырь на гривну не купишь, нужно две. Хотя, если очень дешевый, то бактерицидный пластырь можно купить. Пластырь? Да. Уже две примерно. Да. Жвачку. Много жвачки. Даже две штуки. Две жвачки можно купить? Это какие? Это орбит или там орбит вроде больше? Нет, нет, нет. По одиночке. Знаете, в ларьках еще остались ларьки, где продают жвачку по одиноче. Ну, гривна, которую вот выпустили только-только. А когда в натуре натуральные? Да, да, натуральные деньги. Можно взять целых 5 гривночек и проехать на метро. Вау, 2 метра. Супер. У вас не будет разумеять 5 гривен? Я вам мелкими дам. У меня есть металлические по гривне. Ну, этих хотя бы. Куча еще, да? Да, да, да. Смотрите, у меня вот по гривне совсем маленькие. Вы, наверное, таких еще не видели, новые. А, давай. В новостях смотрели? Да. Как вам такие? А бог я знаю, мы уже привыкнем до судьбы. Будет удобно, как думаете, пользоваться? В метро не могу пока заехать. Ну, удобно. Неудобно. Спасибо. Хотите, я могу подарить вам по гривне? Благодарны за интервью, возьмите. Спасибо. Спасибо вам, Дёхи. Ну, они будут у нас у всех скоро-скоро. Ну, пока у вас будут самые первые. Спасибо. Скоро с каналом. Называется «Монета Украины». Монета Украины? Мы любим монеты. Нам папа собирают. Думаю, я вас тоже добавлю туда. Спасибо. Так что заходите, смотрите. Мы обязательно посмотрим. Пап, подождите, дайте мне рассмотреть. Нигде. Вот это вот наши украинские новые гривны. Девальвация на лицо. Что можно за гривну купить сейчас? Коробки спичек, не знаю. Сколько сейчас спичек стоит. А у вас за гривну что-нибудь можно купить? Пакетик. А что, только пакетик есть? А что, еще есть? А можно мне в пакетик, пожалуйста? Такой манюсенький, вы совсем хлипенький, да? Надо или нет? Да, 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 я вам заплачу. Я вам вот такой вот дам. Возьмете такую? Ну, наша новая гривна. Давайте. Возьмете? Возьмите. Все, пожалуйста. По-моему, пора реформу проводить, как в Беларуси. А, то есть, как-то, ну, а по факту так и сделали, да? То есть, у нас коньюкер с копейки выглядят. А что можно купить за гривну сейчас? Знаешь, жвачечку не купить в магазине. Какую? За спичкой может быть. Спички, жвачку. Больше ничего не купить. Наверное, все. Что-нибудь за гривну есть у вас? Да, за гривну можно. За гривну ничего нету? А за две? За две тоже нету. За две нету? Ладно. Можно я посмотрю? Да, конечно. Да, такие маленькие. Как вы думаете? Что значит, что у нас такие новые деньги? Классно. Классно? Конечно. Чем? Как, чем? Ну, что новенькая появилась. Меньше стали, намного меньше. Что можно купить сейчас за гривну? За гривну? Спички. Спички, дорогие. А раньше можно было что-то купить? Раньше можно было хлеба купить. Маханка. 8, 9, 10, сколько там? Вы не рублями даете. Гривнами. А вот это? Да, цель гривни новой. Новой? Да, не, мы так и не будем брать. Да, уже как два дня вышли. Там и бачила эти техники. Берите. Берите, берите. Да не, я не буду такие брать. Так цель, ну, наши гривни. Ну, я поняла, что вы... Ну, вы супермаркете сдадите. Чего? Два, три, четыре. Мы мелочь не сдаем. Короче, не надо, да? Да. Как вы думаете, гривна это мелочь? Ну, в данный момент, да. Да? Как мне эти монеты? Очень круто. Угу. Почему? На европейские похуже, они более удобные. А что можно сейчас на гривну купить? Спички. Два карапка. Два карапка. В школу все брали гривну. И можно было купить такие булочки, да, покушать. Мне такие не надо. А что они мне такие? Входя, никто не берет. Все. А что это за деньги? Так, это гривны. Нет, нет, спасибо. Спасет, но... Вы нас слышали, но еще не видите. Вот вот завтрашнего дня вам буду это давать. Можно что-нибудь у вас купить за гривну? Нет. Что-нибудь маленькое. У меня... Чего у меня как-то неизвестен? Мне такое неизвестен, понимаете? Поэтому я не могу. Вы не видели еще по телевизору? Нет, я еще не видел. Есть еще вот такие по гривне? Нет, я их не знаю, поэтому я... За гривну есть у вас? Да. Мне хотите насыпать вот это. Хочу вам дать, да, насыпать вот это, наши новые гривны. Что-то за них купить. А можно посмотреть, что-то новое за гривну. Смотрите. За гривну вряд ли. Ну вот за гривну нет, за две-то. А за две, давайте что-нибудь за две я вас куплю. Да, ладно. Я хочу... Я не мне одну. А желтенька нет? У меня кружка и однушка. А желтенька нету? Ну за три есть вот такая вот. Давайте я вам поменяю еще. Вот это вот я за вас куплю за две, а это я одну поменяю вам на любую другую. Поверьте, они будут у нас у всех, они на вам успеют надоесть. Да нет, я просто приду сейчас домой и покажу жене. А, похвастаетесь? Ну, жене, да, покажу. Ну, хорошо. Ну, капец. Вот это покусили. Вот такая вот реакция обычных продавцов в городе Харьков. Что можно сказать? Ну, действительно, конечно, с одной стороны это в новинку, это что-то прикольное, что-то новое, но с другой стороны совсем не весело, потому что у нас инфляция продолжается. А какие гривны вот были? Давайте я вам покажу. Вот у нас есть гривна 95-го года, она довольно ценная сейчас. Если вы ее встретите, обязательно отложите. Также гривна 96-го года у нас ценится. У меня даже в коллекции есть с поворотом такая гривна. 60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков. Вот такая монета с медалями довольно ценная. Можно ее встретить в обращении. Есть 60 лет победы Великой Отечественной войны. Немножко дешевле, но тоже из-за борота такие встречались. Это у нас под Евровидение 2012-го сделали такую вот замечательно красивую монету. И 70 лет победы, 70 лет просто победы указали на данной монете. И вот наша гривна, которая сейчас также разместила ее в холдер. Но думаю, мы часто будем ее видеть в обращении. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел мое видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось. Также подпишитесь на мой канал. Как только будет 10 тысяч подписчиков, будет розыгрыш монет. В предыдущем видео вы можете посмотреть, какие их монеты и 20-гривневые купюры. Обязательно напишите комментарий, что вы думаете по поводу внедрения вот этих вот гривен и двух гривен. Всем пока!